В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Гусеничный электрический подъемник для инвалида-колясочника. Как реализуется проект «Доступная среда». С транспортом, допустим, соцзащита поможет или такси, в конце концов, вызвать. А вот здесь спуститься нет возможности. Самому первому детскому саду города Видное журавушке исполнилось 65 лет. Это старейшее, я хотел подчеркнуть, учреждение, которое с огромным уже и багажом. На днях Видное посетил необычный гость, который порадовал всех без исключения, кто с ним встретился. Настоящий традиционный самовар. Вот сюда забрасываются дрова. На территории муниципалитета продолжает реализовываться проект губернатора Московской области по созданию доступной среды для маломобильных жителей. Достигается это не только посредством устройства пандусов и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, но и с помощью высокотехнологичных средств. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. 22 ступеньки нужно преодолеть семье Чикрыкиных, чтобы просто выйти на улицу. На инвалидной коляске это сделать практически нереально. Но сейчас ситуация изменилась. В этом четырехэтажном доме без лифта живет Чита Чикрыкиных. Пенсионеры Владимир Степанович и Тамара Михайловна. Муж Тамары Михайловны, инвалид первой группы, передвигается на инвалидной коляске и самостоятельно спуститься с крутой лестницей не может. Он тяжелый, больной, и бывают всякие приступы, иной раз нужно в поликлинику его отвезти, в больницу, а не отпустить меня. С транспортом, допустим, соцзащита поможет или такси в конце концов вызвать, а вот здесь спуститься нет возможности. Чикрыкина Тамара Михайловна обратилась еще два года назад по поводу создания доступной среды для ее мужа. Но, к сожалению, технической возможности установить пандусы нет или мультилифты. Поэтому мы предложили им гусеничный электрический подъемник. Тамара Михайловна сама опробовала новый агрегат в действии. Такие электроподъемники довольно высокотехнологичны. Они имеют несколько степеней защиты от съезда и разряда, кнопку аварийной остановки и электромагнитный тормоз. В запасах хода хватает 23 лестничных пролета. Аккумуляторы 12-вольтовые, два аккумулятора. Мощность у него около 40 ватт. Хватает для транспортировки колясочника весом 130 килограмм. В управлении подъемник тоже довольно прост. Внук Тамары Михайловны без труда разобрался с устройством. Будем пробовать. Получится, не получится. Дело в том, что я, конечно, сама не смогу, очевидно, вот это вот, опускать его. Только вот на детей, на внука Надежды. Мы довольны, хотя побаиваемся. Такие подъемники сегодня вручили еще двум маломобильным жителям города Видное. А в прошлом году их получили шесть нуждающихся. В муниципалитете с 2018 года работает губернаторский проект войти в пятерку ведущих регионов по уровню развития доступной среды, на реализацию которого за два года было затрачено почти 7 миллионов рублей. За это время на основе общения с маломобильными жителями было отработано более 100 маршрутов людей с ограниченными возможностями здоровья, адаптированы для их нужд более 20 подъездов и более 70 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, ВИДНЭТВ. В Ленинском городском округе открылись елочные базары. На организованных торговых площадках можно приобрести как елки, выращенные в подмосковных лесных хозяйствах, так и еле прибывшие из других регионов и даже стран. Притяниться к лесным красавицам решила и наша съемочная группа. 13 елочных базаров открылись в Ленинском городском округе к Новому году. Сразу два у магазина Курс. Как выясняется, погода на спрос и настроение покупателей не влияет. Снега нет, да, погоды, конечно, нет. Ну, я думаю, скоро будет. Так настроение хорошее, новогоднее, вот, все хорошо. Ну, елки-то покупают? Покупают, да, да. Вот если сравнить с прошлым годом? Да, 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 берут, в принципе, хорошо покупают, вот, елочки, все идет. Цена на елку колеблется в довольно больших пределах от 800 рублей до более чем 15 тысяч и зависит от ее размера, сорта и происхождения. У нас определенный метраж, определенная цена и несколько сортов. Люди любят красоту, есть датская ель большая, вот, есть фрейзер. Фрейзер – это второй сорт, вот, дальняя елка пихтовая. Недавно завез, получается, норвежскую ель. И наши красивые тоже есть хорошие ели и сосны. Все елочные базары оформлены в соответствии с единой праздничной концепцией. Везде установлено ограждение и освещение. Конечно, каждый мечтает поставить в доме большую лесную красавицу, но не у каждого есть такая возможность. Если квартира малогабаритная, вам подойдут вот такие малыши. Несмотря на размеры, они тоже способны создать новогоднее настроение. Именно такую и выбрал покупатель, который пришел на базар во время нашей съемки. Павел Цуканов руководит парками города Видное и толк в елках знает. Я думаю, это хорошая елочка, которую можно поставить где-нибудь на столе, которая не будет мешать. А основную же елочку чуть попозже. То есть в доме будет несколько елок? Конечно. Многие долго не убирают новогоднее дерево. Чтобы елка дожила хотя бы до старого нового года, необходимо соблюдать несколько рекомендаций. Некоторые ставят, например, у батареи, могут воды не подлить и так далее. Есть еще такой момент, что если заморозится, она, например, здесь, да, и в дом тоже осыпается, как бы. Ну а если при соблюдении адекватных условий, то что ни у печки, немножко дать ей отстояться на балконе, чтобы переокалимонтизация прошла нормально, да и все, и будет стоять хорошо. Елочные базары работают в городе Видное, а также организованы места для их продажи в поселках Развилка, Измайлова, совхоз имени Ленина и селе Молоково. В Московской области и в Ленинском городском округе в том числе в целях профилактики перевозки опасных грузов сотрудниками ГИБДД с 9 по 15 декабря проводился рейд, который так и назывался «Опасный груз». Инспекторы останавливали для проверки специализированную технику. К слову, в регионе в настоящее время более 3,5 тысяч транспортных средств, предназначенных для транспортировки опасных грузов. По результатам рейда на территории Ленинского муниципалитета было выявлено несколько нарушителей. Для информации водителю, нарушившему правила перевозки опасного груза, грозит штраф до 2,5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами, а юридическим лицам придется заплатить штраф до 500 тысяч рублей. Детский сад – это дом, а уютным его делают воспитатели, посвятившие детям свою жизнь. Самому первому детскому саду города Видное, Журавушке, исполнилось 65 лет. Подробнее в нашем сюжете. Воспоминания о детском саде всегда одни из самых теплых у многих людей. В минувшую пятницу свой 65-летний юбилей отпраздновал и старейший в городе Видное – Журавушка. Под его крышей в семейном кругу собрались работники, друзья и, конечно, ветераны, посвятившие свою жизнь воспитанию детей. Заведующий детским садом Ольга Королева – часть большой истории, ведь здесь прошло и ее детство. Он все равно был для меня любимый. Ну, конечно, детский сад, он очень много пережил реконструкцией, очень много пережил ремонтов. Но все-таки он был тоже уютный, прекрасный, и дети в него ходили, ну, маленькие здесь дети были ясельного возраста, 6 месяцев. В юбилей принято дарить подарки. И в этот день многие работники детского сада получили благодарности Совета депутатов и главы района, грамоты управления образования. Гостей поздравил глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов, вспомнив, что и сам когда-то преподавал музыку. Это старейшее, я хотел подчеркнуть, учреждение, которое с огромным уже и багажом, и своими результатами, и главное, что со своей историей. С тех пор сад изменился. В ярко украшенном зале у стены расположился небольшой музей, напоминающий об истории этого места. Здесь и детские игрушки, и старые весы для малышей. Чем в детском саду занимаются сейчас, с нами поделились нынешние воспитатели. Мы проводили с ними микроскоп и клетка. То есть дети увидели через микроскоп кожицу луковицы, как она выглядит. Это было просто. Они когда рисовали, они, бедные, не знали, что первое взяться. Они настолько были в восторге, что они что-то новое познали. Я заканчивала магистратуру по ФЭМПО, и поэтому у меня самая большая инициатива идет на математику, потому что все равно это нужно не только дошкольникам. Удивили своими номерами и сами воспитанники. Малыши представили танец «Карапуза», выпускники порадовали стихотворением. По словам одной из мам, ее малыш это место любит, ведь воспитатели здесь легко находят общий язык с детьми. Здесь нас научили первой дружбе крепкой. Здесь мы все играли в куколу-солдат, рисовали, пели, слушали. И будем помнить долго наш любимый детский сад. Воспитатели вообще очень добрые, ласковые, имеют хороший подход к детям. Очень много где нам предлагали участвовать во всяких конкурсах, поделочки какие-то делать. В стороне от поздравлений не остались и бывшие работники учреждения, ветераны. Много лет своей жизни они посвятили воспитанию детей, имеют награды и звания. В стенах «Журавушки» они любимые гости. Нина Золотарева много лет руководила учреждением и сегодня поздравила коллектив с большим праздником. Творческих успехов от всех ветеранов. Здоровья, терпения, самое главное. Взаимопонимание, потому что детский сад – это вторая семья, можно сказать, второй дом. За долгое время работы «Журавушка» выпустила не одно поколение. Первые выпускники уже пенсионеры и приводят сюда своих внуков. «Журавушка» – уютный и теплый дом для своих воспитанников и для самих работников. Ведь воспитателем невозможно стать. Им нужно родиться. На днях «Видное» посетил необычный гость, который порадовал всех, кто с ним встретился без исключения. Он поразил своим величием, а также щедростью, став главным героем праздника, который состоялся у кинотеатра «Искра». Познакомилась с ним и наша съемочная группа. Тему продолжит Татьяна Брылова. Предновогодняя ярмарка расположилась у кинотеатра «Искра». Давненько здесь не было торговых рядов, но теперь в самый раз. И многие не упускали возможности что-то прикупить к праздникам, а заодно повеселиться на гуляниях, которые развернулись тут же. Очень здорово здесь. Дети здесь играют. Конкурсы здесь, они играют. Очень весело. Кунар, чай нравится. Чай нравится. Все нас ввели. Чаем угощали уже на входе. Сразу три пузатых самовара, как бусами, обвешенные ароматными сушками. Встречали всех, кто приходил на праздник. Угощаем чаем. Есть черный чай, есть иван-чай. Очень вкусный. Нет снега, хотя бы чай, я думаю, поднимет настроение. Ты с чем любишь чай, расскажи? С лимоном. С лимоном. А ты с чем? Ну, тоже с лимоном. Он вкусный. Но эти представители истинно русского чайного сообщества оказались лишь меньшими братьями главного героя торжества. Самовар Самоварович. Именно так уважительно называют гостя Ленинского городского округа, который сегодня приехал к нам из города Электросталь. Самовар Самоварович вошел в книгу рекордов Гиннеса. Как самый большой, как самый высокий, а также как самовар, из которого в один день выпили чай сразу семь с половиной тысяч человек. Изготовлен самовар-гигант на предприятии города Электросталь. Латунные части его были сделаны на литейно-механическом заводе в Ногинске. Настоящий традиционный самовар. Вот сюда забрасываются дрова. Впервые чудо-самовар народ увидел на дне города Электросталь в сентябре нынешнего года. После чего великан начал свое путешествие по городам и весям. Везде его сопровождают ребята-волонтеры. У вас сегодня с чем чай? У нас чай обычный, черный. Ну, на всех хватит? Да, на всех. Сколько там литров, вы знаете? В него вмещается 750 литров. Ведновчане с удовольствием угощались горячим чаем, радуясь хорошему дню. Мы пришли с хорошим настроением. И с вами! Получить, как сказать, заряд бодрости на выходные. Да, и веселья. И веселья, да, и радости, чтобы все было хорошо. Я хочу поучаствовать в чем-то классном и на прыганье, на бег. И поучаствовать при желании в конкурсах и эстафетах мог каждый. Веселиться от души – вот главное, зачем сюда пришли взрослые и дети. И они это получили. Лучшие самодеятельные артисты выступили для всех, кто побывал в этот день у кинотеатра. И пусть зима не щедра на снег, и в песнях поют лишь про любовную метель, предновогоднее настроение у видновчан уже появилось. А когда любовная, хочется детей, забудем эту страну детей. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова